Мне вспомнились несколько имамов из Украины. Я не буду уточнять, какие именно. Я бы хотел, чтобы сейчас эти имамы точно так же выступили и в отношении своих властей. Я думаю, сейчас это очень подходящий момент. Не могу не коснуться темы Украины. И украинской позиции. Мы в прошлом эфире говорили об этом. Я думаю, в принципе, достаточно, конечно, было сказано. Но сейчас я хочу акцентировать внимание на еще один момент. На мой взгляд, Украина это та страна, которая, учитывая, что она ведет войну с оккупантом, не должна была вообще как-то в какую-то сторону становиться в вопросах ближе-восточного конфликта. Потому что это стать на сторону Израиля в данном случае, это разделить с Израилем ответственность за вот эти вот удары по Газе. Поэтому если бы, на мой взгляд, Украина осудила бы, безусловно, сразу же осудить насилие, убийство мирных жителей, безусловно, никаких нет вопросов. Но если бы на этом они бы остановились, не вывешивая флаги Израиля, не говоря про, тем более, такие вещи, как защита своей земли, оборона своей территории. Это вообще недопустимые высказывания из уст украинских политиков, чиновников, учитывая, что они сами ведут войну с оккупантом. Поэтому если бы был бы вот этот просто призыв к осуждению убийства мирных людей, причем неважно, с какой стороны, безусловно, осудили Хамас, но если в ответ Израиль применяет такие же методы, как и Хамас, то это то же самое, точно так же заслуживает осуждения и необходимо такие вещи осуждать. То есть если бы было бы просто осуждение, призыв к деэскалации к миру, было бы, конечно, очень правильно. Но, к сожалению, украинские политики, президент Украины, иные официальные лица высказали абсолютную поддержку Израилю, вывесили израильские флаги. И мне вспомнились несколько имамов из Украины, я не буду уточнять, какие именно. И когда только начиналась война в Украине, началась, точнее, было вот это крупномасштабное вторжение, я помню, как они делали призывы к народам, этническим мусульманам, которые сегодня находятся в рядах российской армии, татары, башкиры, народы Кавказа, чеченцы, и они, значит, делали к ним призывы, говорили о недопустимости участия, приводили какие-то примеры из истории, в целом очень правильные были призывы. И я бы хотел, чтобы сейчас эти имамы точно так же выступили и в отношении своих властей. Я думаю, сейчас это очень подходящий момент, потому что в этой ситуации очень много сегодня мусульман в Украине, которые сражаются на стороне Украины. Это и граждане Украины, это и добровольцы, которые приехали. И они оказались на самом деле в очень такой тяжелой ситуации, когда понятно, что там никто не поддерживает официальной этой позиции, никто из мусульман Украины этого поддержать не может. И сказать они тоже ничего не могут. Да и не время, наверное, не место, чтобы это говорить. И вот сейчас было бы, я думаю, актуально, если бы высказались как раз вот эти имамы, они бы смогли это сделать гораздо более грамотно, сдержанно, взвешенно, чтобы не разжечь, а наоборот попытаться как-то успокоить этих мусульман и, возможно, как-то изменить эту ситуацию, эту позицию. В общем, я думаю, что это было бы полезно, если бы вы это сделали. Субтитры создавал DimaTorzok